МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ. Здравствуйте! Вы смотрите программу Город Эсс. С вами Мариана Мирная. О хорошем кино говорим сегодня с Михаилом Купербергом, руководителем киноклуба Ракурс. Здравствуйте, Михаил Яковлевич. Здравствуйте. Попрошу вас в первую очередь вкратце рассказать, где теперь у нас расположен киноклуб Ракурс, потому что все традиционно привыкли, что это дом актера. Теперь не так. Да, теперь не так. Дом актера, в котором мы работали больше 20 лет, так сложилось, что юридическое лицо мы закрыли, потому что тяжело очень существовать без какой-либо финансовой помощи, откуда бы ни было, да, от государства нет никакой поддержки, не было давно частных инвестиций. Нет. Вот. Закона о чем? Не о предпринимательстве, а частных каких-то, о частной поддержке тоже нет. Вот. Поэтому зрителей все меньше и меньше. Поэтому пришлось вот закрыть юридическое лицо. А бренд, говоря современным языком, ну, в общем, остался, да. Я пару месяцев размышлял, что же дальше делать. Я вот в декабре провел фестиваль. Почему говорю я? Потому что, ну, как-то мои коллеги в последнее время, ну, чуть-чуть так отстранились. Отошли от дел? Ну, каждый своим делом стал заниматься и так далее. Вот. Поэтому вот снимание 2015 я придумал фестиваль, который был посвящен 35-летию ракурса. И я думал, ну, вот, снимание 2015, я привезу фильмы, которые я хочу посмотреть. Ну, не только я и мои коллеги. Привезу людей, которых я бы хотел пригласить. Ну, и вот мы проведем такой вот, между собойчик, что называется. Ну, так и получилось. Вот между собойчик, середина декабря, погода плохая, что-то резко похолодало, и народ как-то не пришел. Ну, так, в большей части. Было очень холодно, в доме актеры сидели в пальто и в шубах. Вот. И... Не располагает, да? Ну, в общем, да. Хотя фильмы были любопытные. Фильмы, которых не было в прокате. Госфильмофонд нам помог целым рядом замечательных фильмов старых 20-х, 30-х годов, которые мы не видели. И современное кино, которое тоже в прокате отсутствовало. Вот. А потом я стал размышлять, там, пару месяцев, думать, что же дальше делать, или вообще ничего не делать, потому что, в общем-то, не просто юридическое лицо, да, надо было закрыть. Ну, пришло разочарование какое-то в деятельности, вообще в просветительской деятельности, после, там, 35 лет работы. Не было какого-то контакта с новым зрителем. Вот. Разочарование в кино. Современно. Угу. Вот. И, ну, все равно, вот, областная библиотека предложила свою площадку, свои услуги. И вот в марте мы там начали, я там начал лекторий, который посвящен году российского кино, многолики мир кино, где стал рассказывать больше, чем в ракурсе, да, то есть ракурс, ну, в доме актера или в мега-сити, это 10-15 минут, вступительное слово. Ну, а там у меня, там, 30-40, час даже иногда лекций. Потом фильм или там есть программа документальных фильмов, несколько фильмов. И какой-то разговор. Потому что вот от разговоров мы, в общем, давно, ну, ушли. По разным причинам. Вот. Ну, сформировалась некоторая аудитория. Ну, там аудитория небольшая, очень небольшая, там 20-30-15 человек, вот так вот. Старшее поколение, молодые люди, и ракурсовцы, и не ракурсовцы. Ну, как-то вот так вот. В общем, вот этот идет процесс. Да. Ну, и мега-сити, то есть не мега-сити, а киномост. Киномост. Наш уже тоже достаточно, ну, там, три года мы с ними работаем. По четвергам, когда выходит новый фильм, мы показываем новое кино с предварительным словом или моим, или Валера Бондаренко, или Олега Горейна. Там редко бывают обсуждения. Ну, вот, все то кино, которое нам интересное, оно выходит в прокат. Но тут сразу надо сказать, что в прокат сегодня выходит. Ну, значительно меньше из того количества фильмов, которые бы нам хотелось посмотреть. Даже не количества, а качества. Это отдельная тема. Ну, поговорим еще, затронем тоже эту тему. что за кино выходит в прокат, а что, почему не выходит другое кино. Вот. Ну, и вот, на двух площадках мы вот и работаем. Я искал еще одну площадку для того, чтобы показывать там, ну, совсем уж странное, редкое кино, современное, да и несовременное, а его очень много, да, которые мы по разным причинам когда-то не видели. Сегодня, благодаря нашим замечательным, без кавычек, пиратам, мы вот можем это делать. Вот. И есть такой интернет-журнал «Синецикель», который, в принципе, ну, он такой межгосударственный, это и Украина, и Россия, и один из наших коллег, Олег Горяинов, он активно работает в этом интернет-журнале, пишет очень умные статьи, которые я не всегда понимаю, вот, по языку. Вот. И у него есть целая программа фильмов, которые бы он хотел показывать в рамках нашего вот сотрудничества, в рамках нашего киноклуба. Вот. И Самарский литературный музей вот оказался тем, той институцией, которая нам предложила тоже сотрудничество. И вот в октябре, 12 и 26 октября, вот Олег Горяинов в новом корпусе Самарского литературного музея, то есть это не усадьба Толстого на Фрунзе, а это улица Куйбышева, 113. Вот там два раза в месяц, среда, Олег Горяинов будет, опять же, рассказывать, показывать, обсуждать, будем. Вот такую... Ну, то есть, то, что вы думали, вы думали два месяца, в итоге Ну, в итоге, да. Ну, не могу я без этого, наверное, да. Я ничего другого не умею. Вот. Сидеть дома и читать книги по истории, чем я сегодня больше интересуюсь, всем остальным, ну, как-то вот не так уж ловко, да, поэтому хотелось бы какую-то деятельность продолжить. Вот. Вот продолжаем. Слушайте, вот вы сказали о том, что кино как-то не то, что ли нынче пошло, да, или, может быть, нам в доступ попадает не то, что хотелось бы. В легальной. В легальной. Да. Как здесь быть-то в этом вопросе, если у человека есть, ну, искреннее стремление все-таки посмотреть не... ну, что-то, что не входит в какие-то рамки, что-то, может быть, вот, как вы говорите, странное, редкое. Мы же никогда в какие-то рамки не входили, да, ни в Советском Союзе, ни в постсоветском Союзе, в постсоветской России, да. Ну, как, следить за тем, что происходит в мировом кино, то есть следить за фестивалями, причем даже не за фестивалями класса А, потому что класс А, ну, как бы Канн, Венеция, Берлин, они сегодня не показывают. То есть они, конечно, показывают фильмы крупных режиссеров, да, конечно, не проходят мимо Лас Фон Триера, Ханаки, Сокурова, там, Кончаловского, но они проходят мимо целого, целых направлений кино, да, и поэтому такому самому продвинутому киноману надо следить не столько за вот Каннским и Венецианским фестивалем, хотя за ними надо следить, конечно. Сколько за фестивалями в Лакарно, в Роттердаме, ну, как следить? Ну, хотя бы по прессе. Понятно, что лучше ездить туда, да, сегодня, в общем, это было бы вообще идеально, посещать лично. при наличии каких-то там финансовых возможностей это не возбраняется, да, или можно аккредитоваться на этих фестивалях как журналист, ну, я вот не знаю, из Самары на международный фестиваль давно уже никто не ездит. Да, там есть пара-тройка человек, которые ездят на московский фестиваль. Ну, вот я, например, не могу просто по ряду, там, по семейным обстоятельствам с восьмого года, в восьмом году я последний раз был на московском фестивале. А, конечно, московский фестиваль это, ну, тоже не все, да, но во всяком случае некая панорама мирового кино и когда мы раньше отбирали фильмы для показов вот в ракурсе, да, то есть мы приезжали, ну, мы, я имею в виду меня, вот и Валерия Бондаренко, мы вот больше двадцати лет ездили, я чуть больше, он чуть меньше на фестиваль, и мы там смотрели практически все, что попадет в прокат осенью, хотя бы до Нового года. То есть у нас вот сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, это были фильмы, которые мы видели, которые мы выбрали, из такого, в большом количестве. Большое количество. Сейчас ситуация другая, вот мы не ездим, мы ориентируемся на фестивальные награды, на прессу, на тех людей, которым мы доверяем, да, на тех людей, которые на московский фестиваль все-таки еще продолжают ездить. Но тоже бывают, как бы, вот ошибки, наверное, наши в репертуаре. Поэтому репутация вот у ракурса с точки зрения вот показа только качественного, только умного и так далее, серьезного кино, ну, она, наверное, не такая, какая была. Вот, не за кадром с вами начали говорить о фильме «Дуэлянт», да, который вроде и гремел, и в прессе писали, и по составу актеров, многие, наверное, по этой причине, одна из причин, шли смотреть. Но многие вот остались недовольны, да, качеством этого фильма. Я знаю, что вы тоже не осуществили. Да, да, я написал даже на нашем, в нашей группе ВКонтакте, что я прошу меня извинить за показ этого фильма, хотя я сам ждал этой картины, ждал по разным обстоятельствам, да. Во-первых, был интересен, то есть мне интересен режиссер Алексей Мизгирев. Три предыдущих картины, которые были весьма такими аналитическими, серьезными, умными, грустными, порой жесткими, порой жестокими в отношении нашей реальности. То есть это «Кремень», «Бубен, барабан» и «Конвой». Особенно «Бубен, барабан» с Натальей Негодой. Вот. И было любопытно, как вот человек из такого малобюджетного авторского кино перейдя в такое большое, не помню сколько, но, в общем, для нашего кино, по-моему, 750 миллионов... Немалые деньги. Да. Долларов. Нет. Не помню. Не буду врать. Все равно 700 миллионов, неважно, рубля или доллар, все равно много. Какая-то большая сумма, да. Очень качественный, один из лучших наших продюсеров Александр Роднянский, который работает, с одной стороны, с Бондарчуком, фильм, который мне не нравится активно. А, ну, я имею в виду, Сталинград и обитаемый рост, особенно Сталинград. И, с другой стороны, Андрей Двягинцев, Левиафан, фильм, которого, ну, на меня так, произвел смешанные впечатления, но, во всяком случае, больше, чем... больше позитива для меня. Вот. То есть, человек, который понимает в кино очень много, хорошо, сам режиссер-документалист, я имею в виду, Родненский. И вот соединение двух таких людей, плюс тема, тема чести, о которой говорил Роднян, мисс Гирев, тема чести на материале 19 века, там, 1860 год, который, вот, эпоха нам знакома по, ну, по литературе, да, прежде всего, по литературе крупнейших наших русских писателей 19 века, который может гордиться каждый, каждый человек, живущий в нашей стране, да, вот, чем гордиться, так это нашей культурой и литературой, прежде всего, да, 19 века. То есть, по Толстову, по Достоевскому, по Пушкину, по Лермонтову, и тема дуэли, да, и вдруг появляется кино, в котором я не вижу того 19 века, который я знаю, ну, понимаю в той или иной степени, хотя я понимаю, что я не историк, и, наверное, Мезгирев, может быть, прочитал больше, чем я уже сегодня по этому, по этой теме. Но я увидел Сталинград 2, вот, по этой вот эстетике, я ее назвал, вот такого термина, это я сам вот придумал, может, где-то я увидел его, трэш-гламур, то есть трэш-плюс-гламур. Зато очень понятно. Да, то есть там картина, на самом деле, вышедшая в прокат, ну, почти 2000 копий, это гигантское количество копий для, в общем-то, российского кино. А картина очень мрачная, весьма жестокая, а супергерои, которого не берут, ну, традиции фольклора, волшебной сказки и американского вот комикса. Ну, вы говорите, это произошло в связи с тем, что вы не могли отсмотреть это раньше, то есть если бы вы увидели это раньше, вы бы не стали это, правильно? не стал бы, нет. Почему так происходит? Как бы, как отсматривать вам, потому что, ну, самарцы, во всяком случае, они доверяют и вашему мнению, и мнению Валерия Бондаренко, потому что, действительно, ракурс стал уже брендом. Надо ездить хотя бы на кинорынке, там показывают фильмы иногда, я раньше, когда работал в кинопрокате, я 3-4 раза в год ездил на кинорынок, там что-то отсматривал, ну, будучи в Москве по несколько раз в год, я бывал на каких-то фестивалях, немаленьких и так далее, там что-то отсматривал, ну, по-моему, «Дуэлянт», была только вот такая вип-премьера за несколько дней до показов в кинотеатрах и показ в Торонто, то есть это надо было поехать или в Торонто, или вот на вот эту вип-премьеру, куда там сплошные вип-персоны попали, вот, поэтому это практически исключено было. Мы с вами тоже за кадром начали говорить о сериалах, да, я хочу протянуть эту тему сюда к нам в эфир, потому что многие люди сейчас, ну, не то, что переходят на сериалы, но активно смотрят сериалы, мы ищем какие-то хорошие, на наш взгляд, понятно, что это в какой-то степени вкусовщина, да, кому что нравится, но тем не менее, стараемся что-то найти и много времени своего свободного вот мы проводим за сериалами. Как здесь, каково ваше мнение, смотрите ли вы сериалы, как вы к ним относитесь? Смотрю, смотрю. И вот, какова тут градация хорошая, плохая и так далее? Ну, я бы здесь, да, я бы здесь вот не... Так же, как я не люблю понятие арт-хаус, который дискредитирован очень многими очень скучными, повторными, вторичными картинами, я там называю авторским кино, да, так же, как я не люблю и сериал, название, потому что те сериалы, которые показываются по первому, по второму, там, по третьему каналам, да, ну, это к искусству, ну, это... Это трэш, вот тот самый, трэш-гламур, да, иногда трэш, иногда гламур, вот. Я, ну, по старинке, может быть, называю это телевизионным кино, многосерийные телевизионные фильмы, да, в советские времена, да, были многосерийные телевизионные фильмы, в том числе в Самаре, «Тревожные ночи» в Самаре, это качественное телевизионное, это качественный продукт был, ну, говоря опять современным языком, там, продукт, качественное произведение, да, и такие фильмы же были, да, многосерийные, там, «Семнадцатая невесна» или «Адъютант его превосходительства», «Операция Трест», «Вызываем огонь на себя», или там, трех-четырехсерийные, маленькие трагедии Швейцера или его же «Мертвые души», то есть это, мы говорим там про Советский Союз, про телевидение, где там была одна-две кнопки и все, да, но там были вот, там работал «Эфрос», например, да, на телевидении, он не делал многосерийные фильмы, но он делал Бориса Годунова, страницы журнала Печорина, «Фантазию», Тургенева там и так далее. А то, что касается сериалов, которые сезонами выходят? Ну, вот сегодня, да, сегодня уже другая история, и что произошло в американском кино, да, в американском кино произошла следующая вещь. Джордж Лукас и Стивен Спилберг в конце 70-х годов выпустили «Джина из бутылки», это называется вот этим массовым, аттракционным кино. «Звездные войны», там, «Индиана Джонс» и так далее. Хорошие фильмы, настоящее кино, да. Но за ними пошли режиссеры, которые, качественные режиссеры американские, которые стали делать кино вот парк югского периода сплошной, да, когда это стало просто аттракционным, как американские горки, попкорновый аттракцион для молодых, прежде всего, там, от 14 до 22 лет, одноразовое кино, да. Одноразовое, которое не хочется посмотреть еще раз, правильно? Да, практически, да. Таких фильмов, ну, сегодня, ну, 90, наверное, процентов, да. Поэтому люди, которые работают в американском кино, я имею в виду и продюсеры, и драматурги, и режиссеры, и актеры, операторы, композиторы и так далее, им просто стало, ну, при всем том, что там можно заработать, конечно, бешеные деньги, но они понимали, что искусство, ну, пропадает, да, за редким исключением. Конечно, мы можем назвать каждый год выходящие, там, 5, 7, 10 фильмов, независимо в американском кино, и в Голливуде в самом, да, лауреаты Оскара, там, лауреаты фестиваля, все равно они выходят, да, безусловно, но их фильмов таких очень много. Поэтому они все ушли на кабельное американское телевидение, НВО и так далее. Там появились большие деньги, и там стали делать вот этот вот продукт сериальный, да, многосерийные телевизионные фильмы, качеством своим, не уступающим кинематографу лучших образцов. 70-х годов. Поэтому туда сейчас идут актеры, такие, которые, там, вот, выходит сериал с Энтони Хопкинсом, да, выходил в прошлом году, в позапрошлом, с Кевином Спейси. То есть, карточный домик, карточный домик. Я об этом говорю, что такие великие актеры, и они идут сериалы. Фарго, вот я называю сериалы, которые я смотрю, да, телевизионные фильмы. Они же вот каждую серию взять, они сделаны как настоящее кино. А в кино такого уже не встретишь. Там аттракцион, комикс. Это альтернатива, или это неправильно то, как сейчас происходит, что кино худшает, а сериалы как-то, ну, больше приподнимаются? Ну, хорошие, да? Ну, альтернатива, наверное, но в мире, да, в цивилизованных странах все-таки продолжают в кино ходить люди за 30, за 40, за 50. И для них есть ниши. Для них есть маленькие кинотеатры в любом, в любом европейском городе, там, 200 тысяч, там, например, где я был на фестивале короткометражного кино в Финляндии. Там есть маленький кинотеатр, место на 150, наверное, где идут вот те самые фильмы, которые показывает Рокус. Это поддерживает государство, это государственная сеть кинотеатров, не частная, потому что частники такой кинотеатр содержать не будут. Им бессмысленно. Да. Поэтому там есть выбор и в отношении похода в кино для взрослого человека, не для тинейджера, который пойдет с попкорном в торговый центр, да, а этот зритель пойдет в маленький кинотеатр или есть сеть кинотеатров там двух-трехзальных. Это тоже государственная сеть. Во Франции, в Голландии, в Польше и так далее. Это все поддерживается государством. Это государственная сеть. У нас такого нет и в помине, да, вот киноклубы, существующие в разных городах, они в той или иной степени что-то показывают, что-то поддерживают, но это все такое тлеющие. Мне кажется, пиара мало, да, как бы это не прискорбно звучало, но... Ну, пиар, пиаром, но для этого надо деньги иметь, чтобы раскручивать все это кино. Есть масса статистических выкладок, где количество людей, которые ходят на победителей Каннского фестиваля здесь, в России, и, например, в Норвегии, или там, в Дании, или в Ругвая. Значительно меньше у нас, значительно меньше. Поэтому и дистрибьюторы покупают все меньше и меньше фильмов, которые они не могут потом... Продать, по сути. Да. Михаил, две минутки остаются у нас до конца. Хочу, чтобы вы прям коротко пробежались. Когда, куда, на что рекомендуете сами сходить, потому что ваше мнение не бывает. Вот опять я буду рекомендовать, а потом я буду самостоятельно говорить. Нет, но я могу рекомендовать на сто процентов то кино, которое вот я показываю в библиотеке, да. То есть вот в субботу, ближайшую субботу, я показываю в рамках вот этого года российского кино в субботу в шестнадцать часов в областной библиотеке. У меня есть там тема... Как называется? Что показываете? Вот тема, это цикл «Чеховские мотивы» в новом кино России до последних 25 лет. И фильм называется «Чеховские мотивы». Это Кирги, Георгиевна Муратова. Кирмуратова суббота, время, да, к сожалению, заканчивается. Шестнадцать часов областная областная библиотека. Приходите, пожалуйста, приглашает Михаил Куперберг к киноклубу «Ракурс» на фильм Кирмы Муратовой «Чеховские мотивы». Мотивы. Приходите обязательно, не пропустите хорошее, умное кино. Нужно смотреть. Правильно говорю? Да. Правильно. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин